Девушки отдыхают Что происходит с экономикой на остатках незалежной и к чему ведет реструктуризация? Своим экспертным мнением с накануни ТВ поделился экономист, биржевой эксперт Владислав Жуковский. Девушки отдыхают Экономика станет еще более сырьевой, еще более однобокой и несбалансированной. Многим дефолт представляется как счастливое избавление от долгов. Только вот радостно согласившийся МВФ на предложение реструктурировать долги Украины, вероятно, указывает на тяжелейшие последствия. Что же придется отдать в результате дефолта? Впереди ждется продажа всех более-менее ликвидных активов, масштабнейшая приводизация, передача на еще более-менее 2 атомных пусков в гособственности выводе либо существующих олигархических планов, либо 2 американских и европейских корпораций. Будет еще большее повышение налогов, которые без того росли последние 2 года. Еще большее повышение на газ, воду, отопление, электричество, тарифы на грузовые перевозки, пассажирские перевозки, которые тоже выросли в 2-3 раза за последние полтора года, еще выросли тоже раза в 2. Дефолт приводит к паническим настроениям населения, и они есть. Иначе зачем было бы вводить ограничения на куплю-продажу валюты? Просто для массовой скупки долларов денег у населения не осталось. Страну распродают по частям, разворовывают. Минфину Украины остается добить малый и средний бизнес, реальный сектор экономики, производства, сельское хозяйство, машиностроение, а затем добить население пенсионеров урезанием соцрасходов и зарплат. Население катастрофически нищает. И такая картина характерна и для России, уверен Владислав Жуковский. Украина, по большому счету, та же самая маленькая Россия, церевая колонизированная экономика, контролируемая метрополиями и эгоистическими ОПГ. Служит там и колоссальной бюрократии, коррупцией. Население Украины, оно похоже на население России. Только у нас нищие, грубо говоря, 16% населения официально, а в Украине там официально по 20% любящих. А в России реально нищих около 45-50%, а в России около 70%. Средний класс в России в лучшие времена был 15-20% населения, в них там около 10%. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».